Всем огромнейший привет! Добро пожаловать ко мне на канал! У нас с вами сегодня очередные похвастушки! Я вам покажу, что у меня встретилось в магазине Second Hand за последнее время. И сегодня я такая довольная! У меня сложилась такая подборочка из вещей не только хорошего качества, но и люксовых вещей, вещей премиум класса, кучу брендов я нашла! Поэтому, если тема Second Hand вам интересна, если вам интересно, что можно найти в этих магазинах, или вы сами такой же кладоискатель, как и я, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, кофеек и приятного просмотра. Ну, я по традиции с аксессуаров, это самая сложная работа в Second Hand искать аксессуары, потому что они встречаются редко, а в хорошем качестве или какие-то брендовые вообще крайне редко. Но! Та-дан-дан-дан-дан-дан! Вот такая вот сумочка мне досталась от бренда Furla. Это итальянский бренд, семейный бизнес семьи Furlanetta. Все знают этот бренд, вся коллекция отшивается только в Италии, поэтому за качество они ручаются, качество действительно на высоком уровне. Она просто нереально крутая, посмотрите, какая оранжевого цвета. Конечно, ценник у этого бренда зашкаливает и очень-очень-очень меня радует, что эти вещи все-таки можно встретить в Second Hand и сэкономить на этом огромное количество денег. Тем более, это кожаное изделие, а мы за рациональное потребление. Если уже покупать кожаное изделие, то пусть хотя бы это будет Second Hand. Так она выглядит, она довольно большая, объемная и очень-очень вместительная. Вот ее лицевая сторона, вот так она выглядит сзади, вот так она выглядит в торце, она застегивается на кнопку. Внутри вот такой вот огромный один отсек, который разделен еще на карман с молнией и два маленьких кармана. Но это еще не все. Есть еще два отделения вот таких, которые застегиваются на молнию. Вот насколько это большая объемная сумка для деловой леди. Здесь поместится все и планшет, и косметичка. Второй карман такой же. Планшет, и косметичка, все необходимое и не необходимое. Влезет все абсолютно. Выглядит она очень стильно. Фурнитура под золото, очень хорошего качества. Здесь внутри есть еще пластина, на которой указан сам бренд и что это натуральная кожа. Все бирки, номерные знаки присутствуют, подкладка промаркирована. Также вся фурнитура с гравировкой бренда. Это оригинальная вещь, очень красивая. Подобную я нашла в голубом цвете на сайте, в оранжевом не нашла. Конечно, следы носки на ней присутствуют. Вот, например, здесь вот сбоку, видите, в уголке небольшая такая потертость. И на ручках тоже следы носки незначительные. Также по бокам застегивается еще на кнопочку. Очень крутая сумка, разбавит любой, даже самый скучный образ. Просто, к примеру, обычный Total Black Look и вот эта вот оранжевая сумка. И все, вуаля, образ готов, не надо ничего придумывать. И видно, что Фурла создает такие изделия, которые благодаря своим характеристикам не теряют актуальность и многие годы. Но эта сумка, это обычная стандартная классика. Вне времени, вне зависимости от модных каких-то веяний, она всегда будет. Мне кажется, это обусловлено тем, что компания поощряет молодых дизайнеров, потому что средний возраст работников этой компании 35, где-то так, в среднем 35 лет. Поэтому это свежие идеи, свежий взгляд и умение правильно построить концепцию так, чтобы вещь не теряла своей актуальности долгие годы. Еще одна сумочка от бренда LaCoste. Это уже не на каждый день сумочка и под строгий дресс-код ее тоже вряд ли можно как-то стилизовать. Но сумка багет, это какое-то трендище взорвал весь 2019 год. Вполне компактная, но при этом очень вместительная. Вот смотрите, сколько места внутри. Внутри следов носки нет вообще. Скорее всего, это какой-то витринный экземпляр. И ей не пользовались, я так думаю. Зеленая полосатая подкладка. Есть отдел, застегивающийся на молнию. Такой карабинчик для ключей. Назван в честь Рене Лакосте, который был спортсменом. Он был теннисистом. И он на своих соревнованиях надел свою собственную футболку пола. Рубашку пола, она так правильно, по-моему, называется. Ну, в традиционном нашем представлении пола это как раз он придумал. Потому что раньше были, до него, были такие же футболки, только с длинными рукавами. Это было не очень практично. Если говорить о спорте, в летний период, в жару, это было совсем непрактично. Затем, после того, как Рене Лакост уже ушел из большого тенниса, он стал с успехом производить самые теннисные футболки пола. И это у него неплохо получалось. Ну, и затем это уже, конечно, аксессуары. Но в первую очередь бренд стал популярным именно из-за футбола. Парочка ремней. Мне досталось в этот раз один из них. Я же говорю бренды. У меня сегодня одни бренды. Прям поперло, так поперло на бренды. Это кожаный ремень от бренда Hugo Boss. Здесь все маркировки, гравировки, все-все-все есть. Он белого цвета. И вот как раз, помните, я в прошлый раз говорила, что у меня впервые встретился ремень белого цвета. И тут раз тебе и еще один ремень белого цвета. На самом деле, я ходила, облизывалась на него почти месяц. Но в том магазине он стоил неприлично дорого. И как-то я зашла совершенно случайно. Просто проезжала мимо, решила заглянуть. И этот ремень уже стоял в уценке. И, конечно, я его цепанула еще бы. Я его схватила, потому что он мне очень нужен. Белого молочного цвета. Вот так он выглядит в состегнутом виде. Вот он так декорирован, вроде как строчка. То есть она изнутри. Ну, техника, конечно, интересная. Как это все сделано, я не понимаю. Изнутри строчка. Вот видите? А снаружи она только так, выпуклостью идет. Очень интересно. Ремень белого цвета также украшена кожей. Он абсолютно новый. Скорее всего, тоже это витринный вариант. Потом списан в секонд-хенд. Поэтому выглядывать в секонд-хенд. Там можно даже новые вещи найти, отрыть. Только надо иметь терпение и желание. Мне многие девчонки пишут о том, что я являюсь своего рода мотиватором к тому, чтобы ходить в секонд-хенд. Мне очень-очень это приятно. Правда, девчонки, спасибо вам большое. Я, значит, не зря все это. Второй ремень тоже кожаный. Сделан он Виталий. Здесь есть вот такая вот гравировочка. И очень акцентная пряжка. Вот так она выглядит. Тоже, по всей видимости, новый. Потому что вот здесь вот на дырочках нет следов носки. Но на коже, вот, я думаю, что камера передаст. Это, скорее всего, просто неравномерное напыление. Нанесение того самого золота или позолоты. Ну, что-то такое. Вот, ну, как черное золото, что ли. Или... Ну, я не знаю, в общем, как это называется. Не буду все смудрить и умничать. Но, в общем, неравномерно нанеслась краска, скорее всего. Я думаю, что в носке этого видно не будет. Поэтому я его взяла. Так, дальше, дальше, дальше. Куда же без палантинов. Очень люблю этот аксессуар. И всегда его покупаю, когда он у меня встречается в хорошем качестве. В данном случае такой сливочного цвета. И он, кстати, тоже абсолютно новый. Здесь 70% пашмины и 30% шелка. Вот. Просто нереально нежный, приятный на ощупь. Очень мне понравилось. Брюки от бренда Calvin Klein. Американский бренд. Всеми известный. Графитового цвета. Мне нравится этот цвет. Он не маркий. И очень интересно он выглядит, если его сочетать с правильными цветами. Вот, к примеру, сейчас покажу дальше, с каким цветом я бы его сочетала. Брюки прямого кроя. В них нет ничего особенного. Они вельветовые, в мелкий рубчик. Сзади вот так они выглядят. Абсолютная классика. Доскроены они как джинсы. Здесь есть тот самый присутствующий в джинсах кармашек для зажигалки зиппа. Размер 8 по составу. 99% хлопка. 1% эластана. Calvin Klein уже давно, давненько, уже около 20 лет, как продал другой компании. Она оценена в 34, почти 35 миллиардов долларов. Представляете? Но в этом году компания заявила о том, что она прекращает производство линии Брета-Порте, перестает участвовать в показах мод и закрывает полностью свой бренд. Не знаю, может это такой маркетинговый ход. Многие пишут, что так это и есть. Но посмотрим, время покажет. Я сказала, мне очень нравится сочетать графитовый цвет вот с таким, к примеру, цветом, небесно-голубым. Мне кажется, очень интересная дружба у них получается. И этот голубой освежает, хорошо разбавляет графитовый. И в целом образ получается не скучный и не избитый, как, к примеру, с черным цветом. Темпер от бренда Бенетон, тончайший, приятнейший на ощупь. Девчонки, он такой приятный, вы себе не представляете. Это у нас, здесь указано, что есть шелк в составе, хотя основная бирка с составом срезана, поэтому я не могу вам сказать точно, какой процент шелка здесь присутствует. Иногда они здесь пишут шелк, а на самом деле шелка там очень-очень небольшое количество. Скорее всего, основная масса, здесь все-таки хлопок, но очень похож на пима-катон. Прям такой нежный, приятный. Субтитры сделал DimaTorzok Еще одна потрясающая находка, на мой взгляд, и очень большое везение. Это люксовый бренд английский, юбка Гаде от бренда Егер. Бренд со столетней историей. Вообще, я, по-моему, уже рассказывала, мне посчастливилось однажды эту вещь встретить. Вот это вторая находка. И она, на самом деле, очень интересная и необычная. У нее такой сложный кленовидный кровь. Бренд обнаружился не в результате показов мод, как это обычно бывает, или в результате публикации в модных журналах, а после публикации в журнале научном, где основатель бренда Егер написал о пользе натуральных тканей, кашемири, преимуществе одежды из шерсти мериноса, из шерсти верблюда. Естественно, эта юбка тоже из натуральной ткани. Здесь 95% шерсти и 5% эластана. Смотрите на эти косые линии. Здесь на сером фоне две полоски лавандового и белого цвета. И как они встречаются на стыках, выглядит она очень дорого и изысканно. Вот такой пулловер мне достался. Он мужской. Найден, по крайней мере, в мужском отделе, но он действительно мужской. Такого бренда неизвестного мне. Подскажите, если вы знакомы с этим брендом. И по составу здесь 60% шерсти, 25% полиамида и 15% ангоры. Он очень качественный, очень приятный на ощупь, не колючий. Продолжение следует... Еще мне достался вот такой пулловер. Он из 100% кашемира. И последнее время, конечно, очень сложно найти кашемир в секонд-хенде. Ну, неудивительно, это сезон. Бренд Galerie Lafayette указан, что это второй размер. Он нереально приятный. Скорее всего, он тоже новый, потому что, ну, вообще никаких следов носки нет. Он не севший, это второй размер, небольшой. Ворот в пулловере, видите, как выполнен, с такими изгибами. Очень интересно выглядит. При том, что он черный и базовый. Интересная находка. Это юбка-плиссе. Меня такие юбки магнетизируют. Вот реально, они для меня обладают каким-то особым притягательным шармом. Особенно в юбках-плиссе длины миди. Мне нравится, как они смотрятся как в ходьбе, так и в статике. Они прям завораживают. За счет того, что складочки аккуратненько, так сложно одна к другой, это дает возможность нам создавать самые такие прям требовательные луки, где нужно выглядеть с иголочки. Фиксировка была известна еще в Древнем Египте. Она считалась признаком богатства, потому что очень сложно воспроизвести эту технологию и создать действительно правильное плиссе. Очень мне нравится эта клетка и нравится сочетание цветов. Здесь такой ванильный цвет и черная клетка на его фоне. Очень красиво смотрится, очень аккуратно. Здесь есть пуговица сбоку за счет кроя. Ее также можно носить, чтобы пуговицы эти были спереди. Тоже будет интересно смотреться. По всей видимости, это какой-то винтажный бренд. Скажите, если он вам встречался. Сама юбка винтажная, это видно по биркам. По составу здесь 65% полиэстер и 45% шерсть. Спасибо! КОНЕЦ а еще один суперский качественный пуловер от бренда uniqlo малинового цвета он довольно плотный но очень очень мягкий по составу 45 процентов шерсти 35 процентов нейлона и 20 процентов альпаки он еще и теплый вот так он выглядит это размер у нас xl еще мне достался такой кардиган цвета мокко очень нравится цвет это бренд darling такие у него пуговицы какие-то благородные но они какие-то вот видите как будто перламутровые хотя я не уверена что это перламутр скорее всего это пластик под перламутр но выглядит он довольно дорого и еще и качество это стопроцентный кашемир что всегда на 100 процентов дает нам дорогие луки в сухом остатке потому что кашемир сам все определяет размер s здесь есть два накладных кармана также есть шлевки под поясок но самого пояса не было но это не беда я его купила в любом случае потому что стопроцентный кашемир да еще и в таком цвете очень-очень мне понравился он очень приятный на ощупь брюки очень теплые и плотные не прям такие по-настоящему зимние где 97 процентов шерсти и 3 процента эластана они прямого кроя мне нравится то что они на резинке по бокам что дает нам небольшой акцент на талию особенно если их использовать в тандеме с ремнем шлепки для ремня высокая посадка вот видите насколько она высокая стрелки и гусиная лапка которая очень-очень актуально в этом сезоне нравится цвет здесь всевозможные оттенки и зеленого изумрудные и бутылочные и травяной цвет очень красиво смотрятся и вот так они выглядят внизу они немного заужены есть небольшие разрезы дают нам возможность носить как сапогами чтобы брюки были поверх сапог так и заправлять вовнутрь сапоги то есть сейчас очень актуально высокие сапоги какие-то такие присборенные и брюки классические стрелками в сапогах ради карманов нет вот так они выглядят а спереди есть два косых кармана вот такой вот он не неизвестен даже не знаю напишите если вы знаете и вот он состав а а а а и 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 сегодня как-то очень быстро у меня время прошло с каждым разом все быстрее и быстрее я благодарю вас за просмотр если вам это видео понравилось обязательно поддержите меня пальчиком вверх вообще какая вещь вам понравилась больше всего также не забудьте подписаться на мой канал если не сделали этого ранее но мы совсем-совсем скоро с вами увидимся целую вас обнимаю пока пока